Добрый вечер, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта CFO Cafe Fintax Top, организатора профессиональных онлайн-событий. Сегодня на практическом вебинаре с ведущими экспертами компании Hill Consulting мы с вами разберемся в новых условиях для работы международного бизнеса. Друзья, Hill Consulting одна из самых опытных компаний в сфере международных юридических услуг и свою историю компания берет аж в 1997 году. За счет накопленного опыта эксперты Hill Consulting могут находить решения, которые доказали свою эффективность и работают на перспективу. Подробнее о компании, услугах и решениях можно посмотреть уже на сайте непосредственно Hill Consulting, ссылочка еще раз под трансляцией. Я сейчас рада вам представить наших сегодняшних спикеров. Владимир Щекин, старший консультант Hill Consulting, Сергей Нестеренко, старший советник и налоговый консультант Алексей Ильин. Друзья, у нас с вами сегодня очень насыщенная программа, шесть очень разносторонних тем, поэтому я сейчас не буду больше занимать драгоценное время и передам слово нашему первому спикеру. Это Владимир Щекин. Владимир, нам поможет разобраться в популярных юрисдикциях, банках и платежных системах, какие новые условия в этой сфере сейчас нам нужно учитывать. Владимир, я с радостью передаю вам слово. Друзья, вас я хочу призвать более активным участием. Мы ждем ваши вопросы в чате. Давайте сделаем так, чтобы наше сегодняшнее мероприятие было максимально полезным для нас, для всех. Владимир, передаю вам слово. Здравствуйте, друзья. Прежде чем приступить к первой презентации, пару слов скажу про нашу компанию. Мы существуем уже 23 года, с 97 года. Нас по количеству примерно 25 человек, то есть по одному человеку добавляется каждый год. Мы начинали когда-то с традиционных зарубежных офшорных регистраций. В 90-е в последнее время переключились на более сложные продукты, так как времена поменялись. Накопили большой опыт, в том числе инновационный. Некоторые продукты мы придумываем сами и видим, что рынок их не повторяет, то есть это в каком-то смысле ноу-хау. И надеемся, что так продолжится и в дальнейшем, поскольку сейчас такие времена, что, наверное, без этого сложно двигаться дальше. Презентация первая будет посвящена инструментам, которые на сегодняшний день используются, иностранные компании. С чего хотелось бы начать? В нашем сегменте последние лет 5-7, наверное, те, кто занимается зарубежной регистрацией и клиенты, кто использует эти продукты, сталкиваются, можно сказать, с шокирующими новостями, которые приводят к некоторому замешательству, что делать дальше с инструментами, как дальше продолжать от них получать пользу. Некоторые из них здесь приведены. Это проблемы с банками, то есть все помнят кризис с кипрскими банками, Лайки и Банков Сайброс, когда произошла стричка депозитов. Прибалтийские банки, на которые американцы оказывали влияние, в результате крупнейшие банки закрывались, клиенты теряли свои деньги. Это требования по собственству, которые стали возникать последние 2 года. Сабстенс в офшорных юрисдикциях, таких как BVI, BELIS. Банки стали требовать сабстенс, чтобы продолжать проводить операции, без этого блокировали счета. Отдельная история с банками Лихтенштейна, которые ввели новое законодательство, вводящее уголовную ответственность за работу по трейдинговым контрактам без сабстенса. Это привело к своему кругу проблем. В итоге многие банские счета закрываются, или большие проблемы с платежами, например, в доллар. И это приводит к тому, что бизнес останавливается, и старые конструкции перестают работать. Со стороны законодательной части появилось законодательство ОКИК в России и в других странах СНГ. Вслед за ним автоматический обмен информацией. Оба фактора стали влиять на раскрытие персональных данных и безопасность клиентов, которые используют эти инструменты. Стали открытыми реестры информации о бенефициарах в ЮКИ и в других странах Евросоюза. Стали появляться черные списки в России, в Евросоюзе, в международных организациях, таких как ФАТФО и СЕД. Во многих развитых странах они стали мешать проводить транзакции с компаниями из этих списков. Россия попала много где в черный список и в санкционные списки. Произошло раскрытие персональных данных, что помешало многим клиентам продолжать вести бизнес через эти структуры. Так называемый офшор гейт, панама гейт с компанией Моск-Понсека. В этом году Россия заявила о пересмотре налоговых соглашений и ставок по ним с Кипром, с Мальтом, с другими юрисдикциями, Люксембург, с Голландией сейчас ведутся переговоры Гонконг, Швейцария и так далее. В этих условиях с практической стороны сложность в том, что закрываются банковские счета и клиенты, которые наладили работу по экспорту и импорту, например, вынуждены останавливать бизнес, поскольку нет возможности работать через банковские счета. И таких банков, кто продолжает работать на сегодняшний день с клиентами, с российскими паспортами, по торговым операциям, их остались буквально единицы. И в итоге, если сравнить, что было раньше в какое-то время и что сейчас происходит, то сейчас офшорные компании, так называемые, в юрисдикциях с нулевым налогообложением, они выбывают из обращения, им на смену приходят компании в так называемых белых юрисдикциях, они имеют свои сложности, которые связаны с дороговизной этих инструментов, в первую очередь из-за того, что там могут быть высокие налоги, если их правильно не настроить, отчетность, иногда собственность требует больших расходов, создание офиса, создание персонала, ну и высокая ответственность директоров, так как в белых юрисдикциях, часто это юрисдикция континентального права, нет концепции номинальных директоров, директора отвечают полностью, по сути, за чужой бизнес клиентский, за отчетность, за подачу, за уплату налогов, за происхождение денег, это все тоже влияет на стоимость. И этот инструмент, который заменяет ранее существовавшие простые инструменты, он по сути не дает эффекта из-за того, что его цена не соответствует той пользе, которую клиент рассчитывает получить. И с этим тоже надо что-то делать, чтобы эту цену каким-то образом зафиксировать, сделать компактной и по возможности сопоставимой с тем, что было раньше с офшорными компаниями. С банками история, что раньше клиент выбирал любую юрисдикцию, регистрировал компанию, например, на BVI, шел в любой банк, куда захотел, там ему открывали счеты, через эту компанию начиналась работа. На сегодняшний день такая схема не работает уже последние лет, пять, наверное, со времен, когда латвийские банки ушли со сцены. И сейчас, прежде чем выбирать компанию для регистрации, надо сначала проверить, а сможем ли мы вообще открыть для нее счет. И ориентируясь на банки, которые должны акцептовать данный бизнес, проверить, что они возьмут у этого клиента и эту юрисдикцию, и только после этого выбирать, какая юрисдикция подходит под вот этот комплект. Юрисдикция плюс банковский счет. Ну и отдельно добавились темы, связанные с Евросоюзом, поскольку и экспорт, и услуги, и ройалти в Евросоюзе иногда требуют определенных правил по НДСу, то есть в каких случаях в компаниях хорошо быть с НДСом, в каких-то, наоборот, хорошо быть вне НДС-зоны. Это тоже стало влиять на выбор таких инструментов. Какие инструменты на сегодняшний день мы предлагаем нашим клиентам? Ну, это, как вот сказано было выше, белые юрисдикции, так называемые, по цене и простоте, как о шовной компании. Это востребовано. Для этого нужно проделать значительную работу в самой юрисдикции и найти там правильных провайдеров, которые смогут, вернее сказать, не побояться настроить налоговую конструкцию в полной налоговой юрисдикции так, чтобы там уровень налогов был минимальный, уже по их правилам. И если раньше клиент просто покупал какой-то инструмент, например, компания в Канг-Конге или компания на BVI, все равно от какого провайдера, но все же день имеет значение, какой провайдер поддержит эту компанию, потому что там надо решать какие-то задачи, в том числе с налоговыми проверками, иногда с судами, с настройкой уровня уплаты налогов, с абстанцем, с местом менеджмента и контроля и так далее. И просто купив компанию где угодно, зачастую эти задачи решить нельзя. Важно их решать в комплексе. И это мы тоже предлагаем. Как сказано выше, на следующий день работают решения в связках. Сначала выбирается банк, потом под него смотрятся юрисдикции, но при том, что он соответствует клиентской задаче. Далее решения под абстанцем, которые сейчас требуют и банки, и юрисдикции предлагаются. Без них дальше, наверное, работать нельзя. В том числе иногда эти решения виртуальные. То есть они создают нужные доказательства существования этого абстанца. Отдельный блок подготовки отчетности по МСФО, что стало требоваться как минимум для КИК с введением законодательства в России, а также в последнее время банки просят компании даже без отчетности подать им отчетность, чтобы продолжить работать с этим клиентом. Поэтому этот отдельный блок стал популярен у наших клиентов. Из тех юрисдикций, которые мы используем, традиционные офшорные компании, такие как BVIC, Shell и Nevis, они тоже остались в обращении, но в тех случаях, когда или не требуется банковский счет, или клиент использует их для так называемого wealth management. На них банки продолжают открывать счета для накопительных целей. Если речь идет о коммерческих операциях, о трейдинге, экспорте, импорте, то те юрисдикции, которые пользуются спросом, это из недорогих белых юрисдикций, так называемых, это Великобритания, Шотландия, Ирландия, Гонконг, Сингапур, Эстония, Кипр, Мальта, Гибралтар и другие. Швейцария тоже более дорогая, Эмираты еще не упомянули. Эти юрисдикции пользуются спросом. Банковские счета для таких компаний открываются не в месте регистрации компаний, как правило, а в тех банках и странах, которые готовы принять клиентов с российскими паспортами. И говоря об СНГ, с паспортами стран СНГ тоже. И таких банков не так много. На сегодняшний день это Швейцария, Австрия, Кипр по странам расположения банков. В Латвии стал популярен Маврикий, иногда открываются счета в Сингапуре, правда, только для сингапурских компаний. И на смену банкам для некоторых транзакций приходит платежная система. Эти платежные системы чаще всего расположены в ЮК, в Литве, в США и Канаде. Помимо традиционных услуг, которые можно назвать, наверное, массовыми, хотя мы их адаптируем под каждого клиента, и там очень много есть важных элементов, без которых эта услуга не сработана, есть редкие услуги, которые тоже становятся востребованными. Это решение по защите активов, в том числе от привлечения акционеров к субсидиарной ответственности. Это планирование наследования через Foundation и его аналог в британском праве Trust становится популярным для России, хотя эти инструменты немножко чужды для России, практики большой на эту тему нет. Это решение для контролируемых иностранных компаний или КИК, как поддержка регистрации, так и решение, как создать и использовать иностранную компанию, находясь вне зоны действия КИК. Похожее решение есть для автоматического обмена банской информацией. Если нужно сохранить персональные данные от раскрытия, если это влияет на безопасность, можно эти данные оформить таким образом, что они не пойдут в юрисдикцию нахождения клиентов. Это такие продукты, как зарубежные инвестиционные фонды для управляющих и ZEPIFE, российский вариант инвестиционных фондов. Ну и ВНЖ, ИНН и гражданство, новые продукты, которые в эпоху пандемии стали более популярны, когда границы стали закрываться, они помогают приоткрывать эти границы для клиентов, которым много надо есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok